Я бы хотела обратить ваше внимание, что сценариев использования вообще безведового владельца достаточно много. И, наверное, один из самых распространенных сейчас, это когда владелец сам, получив эту подпись, как, допустим, генеральный директор, передает ее в бухгалтерию и говорит главбуху, давай работай. Если главбух наработает на 230 миллионов, уведя деньги с предприятия, как это было несколько назад в Санкт-Петербурге, возникает вопрос, кто виноват и что делать. И вот один из последних судебных решений был такой, новый руководитель подал иск в отношении этого бывшего генерального директора, и 230 миллионов записали ему в долг, поскольку он не контролировал использование своей усиленной квалифицированной подписи. Похищение ключа у владельца, это чаще всего банковское обслуживание, совершенно понятно, центральный банк активно с этим борется, но вы сами понимаете, это единственная борьба двух противоположностей. Каждый стремится обязательно что-то урвать. Взлом системы с целью ввода туда документа и подписания ключа. Редко встречается, но все-таки бывает. Опять же, распространенное явление, когда удостоверяющий центр сам генерирует пару ключей и оставляет себе их на память. Может быть такое? Да, может. Особенно тогда, когда ключевые носители были менее защищены. Но это не означает, что и токен сейчас наше все, потому что рано или поздно и он будет взломан. Но сегодня я хочу поговорить о двух вариантах ситуации. Это когда несанкционированно выпускается сертификат усиленной квалифицированной подписи, либо посредством обмана честного удостоверяющего центра, который всеми фибрами души и в ущерб своей доходности максимально старается защититься и контролирует вот этот процесс выпуска и получения. Либо несанкционированный выпуск сертификата специально созданной мошенникам и удостоверяющим центрам. Но согласитесь, когда стоимость квартиры в Москве может доходить 200 миллионов рублей, один центр создал, квартиру украл и все прекрасно. Поэтому вы сами понимаете, что здесь в первую очередь, и я совершенно поддерживаю Нину Ивану, в отношении того, что наше, к сожалению, законодательство в этом смысле, оно хромает на обе ноги. Потому что если мы даже посмотрим сам закон и про выдачу квалифицированного сертификата, там говорится сначала о удостоверении личности физического лица, формулировочка следующая, обратившегося к нему за получением квалифицированного сертификата. Он лично обратился или за него кто-то пришел. То есть если кто-то пришел, достаточно удостоверить личность пришедшего, и требования закона фактически будут выполнены. Ведь достаточно внести небольшие изменения в этот пункт, который пресечет, так сказать, неличную явку. А что касается юридических лиц, значит проверка полномочий того человека, который от имени юридического лица эту подпись получает. Если посмотреть регламенты удостоверяющих центров, поскольку нет единых требований, они достаточно, с одной стороны, единообразны, но с другой, все равно различия есть. И они в первую очередь связаны с работой с физическими лицами. Потому что в одних случаях требует удостоверяющий центр, один, доверенность простую, а другой удостоверяющий центр требует доверенность нотариальную. И причем это вот свежие совершенно регламенты района 2018-2019 года. Это нельзя сказать, что это вот лет пять назад приняли и не исправляли. И понятно, что здесь регулятор должен вмешаться и это дело посмотреть с учетом той правоприменительной практики и правоохранной практики, которая у нас сейчас накапливается. И я хочу с этой практикой, которая получена из открытых источников, вас познакомить. Большая часть примеров уже здесь перечислялась, но я попыталась так определенным образом обобщить. И начну именно с подписи юридического лица. Потому что мы все очень много сейчас говорили про физическое лицо, а на самом деле у юридических лиц проблем много. И хочу вот выделить вот три случая, варианта проблемных зон. Значит, при регистрации юридического лица, при проведении электронных закупок, при предоставлении уточненной декларации по НДС. Вот сейчас сюда еще можно поставить взаимодействие с таможенными органами Российской Федерации. Там аналогичная ситуация. Значит, что касается электронных закупок. Значит, случай 2015 года, внимание, да, 4 года назад. Значит, вся катавасия шла вокруг научно-образовательного медицинского центра, от имени которого с помощью усиленной квалифицированной подписи и генерального их директора было опубликовано 30 извещений о закупке разного личного рода товаров на сайте госзакупок. Все они прошли успешно. Товар был поставлен в ту точку на склад, который в договорах был прописан. Договора все были подписаны в электронном виде. Денег никто не получил. Выяснилось, подпись они не получали. Дама, которая от имени генерального директора с доверенностью обратилась и получила и ключи, и сертификаты, и все остальное. Значит, доверенность была подписана поддельной подписью. И все остальные документы тоже были подписаны поддельной подписью на бумажных носителях. Ну а дальше процесс был просто элементарен. То есть хорошо нагрели наши коммерческие структуры, которые обрадовались, что смогут заработать неплохие деньги. Причем все попытки взыскать эти деньги с центра увенчались неудачей. Потому что было сказано, что центр это ничего не делал, не размещал и никакой ответственности, соответственно, нести не может. Ряд организаций пытались обратиться к удостоверяющему центру, который выдал эту подпись, что тоже не принесло никаких последствий. Вроде бы признали, что он тоже здесь ни при чем, хотя здесь вопрос серьезный. Следующая левая отчетность по НДС. Когда организации сдают отчетность по НДС, они сдают в НДС, в декларации, есть книга покупок и книга продаж. И в период отчетной кампании, если организация находит какую-то ошибку, она может внести уточненную декларацию. Значит, получается левая подпись в другом удостоверяющем центре на имя генерального директора этой организации. И сдается новая левая отчетность с большой НДС-ку плате. Туда просто вставляют в эти списки покупок и продаж левые компании, которые в это время шустренько получают возмещение по НДС от государственных органов. Соответственно, получают по доверенности, на бумажной, простой, доверенность, подпись, как правило, поддельная. И вот конкретный пример в интернете. Значит, у организации 34 тысячи оборотов по НДС налогов. За организацию подали уточненную декларацию сумма налогов в левой 145 миллионов, которые с организацией налоговые радостно готовы списать. Ну, вы сами понимаете, то есть там фигурировали контрагенты в этих книгах покупок и книгах продаж, которые вообще никакой к этой организации не имели отношения, никакого взаимодействия никогда не осуществляя. Надо сказать, что при вот этом поиске я обнаружила еще один интересный вариант, но который пока объяснить даже сами участники этого процесса не могут. Когда подают нулевую декларацию, то есть есть обороты, а подают исправленную нулевую декларацию. Ну вот один из интересных комментариев, что это типа налоговая сама делает, чтобы потом с контрагентов, так сказать, это, но вопрос, но факт такой есть, и вот я бы с ним тоже бы разобралась, для чего вот это делается, поскольку массово жалобы такие поступают от организаций. Значит, при этом, что говорят коллеги из удостоверяющих центров? Не просто приходят со сканом паспорта. Скан паспорта творчески подделывают. Туда вставляют не только фото другого человека и делают фотошоп. Подпись вставляют того человека, который придет получать эту подпись, и она будет полностью совпадать с той подписью, которая на паспорте. И никаких у удостоверяющего центра никаких проблем не возникает, кроме одного. У меня вопрос, а где подлинник паспорта, когда ты приходишь, да? Вот здесь вопрос идентификации. Что касается вот алгоритма действий, он, кстати, прописан, и уже об этом говорили, что уже и налоговая прописывает ситуацию, что можно сделать и как можно защититься. И там целый список действий, мама, не горюй, которые надо проделать, и еще кучу, возможно, судебных разбирательств на протяжении полутора-двух лет. Что тоже меня вот несколько настораживает, особенно в отношении физических лиц. Ну вот поэтому к физическим лицам переходим. Итак, значит, без ведома владельца. Первый случай – это переоформление прав собственности. Значит, хочу обратить внимание, это смешанный документооборот. Значит, сами процедуры, связанные с переходом прав собственности и всяких договорных отношений, оформляются на бумаге, и там подделывается бумажная подпись гражданина. Второй этап – они в электронном виде передают комплект документов, подписывая усиленной квалифицированной подписью вот этих двух сторон, которые заключают договор на передачу прав собственности. Дальше – перевод пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда, другой – сейчас поподробнее скажу. Значит, в ближайшее время, несомненно, увидим и новые виды мошенничества. Я хочу сказать, что несколько лет назад здесь же на форуме один из коллег из удостоверяющего центра рассказывал, как к ним обратился кадастровый инженер. За него получили за женщину подпись, и документы на землю, которые она обязана подавать в Росреестр и во все остальные вещи, подавали без ее ведома. А она ведь собственной шкурой, как нотариус, отвечает за вот эти все вещи. Последний раз вот всплыла информация о том, что вот такие же действия произвел заказчик в строительстве, вот у нас тогда на семинаре. Подробностей не знаю, там надо уточнять, в чем фишка вот этой вот неправомерной получения, но просто за человека получили, издали документы, подписанные подписью чужого человека. Значит, теперь по поводу квартир. Значит, всего в открытом доступе есть информация о двух случаях. Вот один очень разрекламированный, связанный с договором дарения. Значит, там самый интересный факт, то что оба эти человека получили подписи в одном удостоверяющем центре, национальный удостоверяющий центр. Вот, ну и очень фразочка мне понравилась из Росрегистра, что полномочия дарителя и даряемого были подтверждены в установленном порядке. Второй случай – это квартира даже на Кутузовском проспекте. Значит, отъем произошел в январе 2019 года. Гражданин совершенно случайно это обнаружил летом 2019-го, когда, купив машину, не смог получить стоянку резидента. И когда он пришел с жалобой, мы сказали, «Ну что вы, вы же у нас тут не владелец квартиры на Кутузовском проспекте». Сертификат был выдан в Краснодаре, где гражданин ни разу не был вообще в жизни. А для мошенничества были использованы данные старого, уже недействительного, у этого человека паспорта он новый получил. И у меня возникает вопрос. Господарь из Росреестра что делали, когда проверяли комплект документов? Они не обязаны пробить паспортные данные людей, которые принесли им договор на покупку-продажу квартиры. То есть они проверили только подписи, усиленные, квалифицированные, которые оказались действительными и радостно все переписали на другого человека. Значит, понятное дело, что порадовало в данной ситуации, это шустрая реакция наших законодателей. Вот что значит, когда у тебя страх за собственную собственность. Значит, закон принят, он вступил в силу, значит, изменились правила. Они фактически говорят, переворачивают все наоборот, и говорят, вот до тех пор, пока гражданин сам не скажет, что я хочу в электронном виде, все только на бумаге. И второе, обращу внимание, что есть второй вариант, когда вот то, что заявление подавали, что перерегистрация собственности только при личном присутствии. Это два разных документа, имейте в виду. И самый главный момент, который там записан, это то, что гражданина должны известить о том, что с его собственностью начаты какие-то действия, поданы регистрации и так далее. Потому что вот этот важный момент. Потому что откуда мы, вот понимаете, ведь удивительно, мы можем узнать на госуслугах, сколько штрафов по 100 рублей нам выписал ГАИ. А то, что нашу квартиру переоформляют, нас почему-то в известность не ставят. Ну и моя оценка закона, я считаю, что это пока временное решение, которое позволяет оперативно закрыть дыру, но проблему в целом это не решает. Значит, еще одна проблема, вот пенсионный фонд. Значит, вот сейчас тут вот много говорили, я хочу просто кратко историю рассказать, чтобы было понятно, насколько далеко зашел процесс, еще с этим будут разбираться и посадки точно будут. Значит, первым, кто забил тревогу, это была счетная палата, которая в 2017 году, проведя проверку процедур подачи в электронном виде заявления о переводе денег в негосударственные пенсионные фонды, обнаружила там полную вакханалию. Причем с 2012 года, вот обращаю последние цифры, смотрите, значит, в 2016 году было подано 11,5 миллионов заявлений на переводы, причем 87% из них в электронном виде подписаны усиленными квалифицированными подписями наших граждан. Кто говорит о том, что у нас у граждан нет подписи? Они просто не в курсе, что они у них были. Дальше. То, что граждане начинают обращаться в суды и требовать вернуть, вот это один из свежих примеров 2017 года, опять негосударственный пенсионный фонд РГС перевели. Гражданка сказала, никаких заявлений не подавала, договоров не заключала, договора, кстати, на бумажных носителях о переходе с новым негосударственным фондом. Подпись не получала, верните деньги обратно в АТБ. Значит, ну понятно, суд это все рассмотрел и сказал, что суд вообще не понял, где писалось заявление, где вообще этот фонд встретился с этой гражданкой, потому что они в разных концах чуть ли не страны живут. Вот, и как гражданка, каким способом гражданка это заявление в этот фонд подала. Понимаете? Вот, и суд, что не представлены полномочия лица, который заверил подпись этой гражданки и ее идентифицировал. И фактически суд сделал вывод, что фондом не представлено доказательство воли изъявления гражданина, потому что это очень важный момент, подпись-то для этого ведь используется. Значит, реакция у полномоченных органов, кстати, была тоже достаточно шустрой. Пенсионный фонд в 17-м в июне приостановил прием этих электронных заявлений. В 18-м министерство разработало порядок представления в электронном виде этих заявлений, теперь это идет только через госуслуги и потом по СМЭВу. И знаете, количество электронных подписей, электронных заявлений у этого уменьшилось на порядок, если не больше. Последний вот отчет пенсионного фонда, там, по-моему, в районе 500 тысяч, что ли, было за год только подано. Сравните 11,5 миллионов. Но самое главное, теперь с января вот этот электронный документ, и там очень мало заявлений по сравнению с этими миллионами, а в сентябре, вот буквально неделю назад, Следственный комитет уже завел уголовное дело, значит, покушение на мошенничество. 500 тысяч заявлений таких было сделано, это уже после того, как запретили в электронном виде, они их начали на бумаге ваять с поддельными нотариальными вещами. Но вот здесь я хочу сказать, у меня опять вопрос пенсионным фондам, потому что уже более двух лет существует в онлайн-режиме ресурс на сайте Федеральной Нотариальной Палаты, проверка доверенности. Почему эти доверенности не были пробиты? Их нет в реестре нотариальных действий. И это вина уже этих пенсионных фондов, это уже сговор. Здесь, более того, я уверена, что не 500 тысяч, там речь идет о миллионах. Более того, счетная палата, когда выявляла, она по дому только региону там привела данные, но там состав был такой. Значит, часть денег по этим электронным заявлениям была переведена уже умерших лиц. В одном случае это была подпись другого лица. Ну, подпись проверилась, деньги перевели. Другого лица. А еще в одном случае это была подпись, выданная на несовершеннолетнего человека, который не имеет права подписывать, а только его полномоченное лицо. Ну, еще одна проблема, она уже комплексная. Я бы отнесла ее к юридическим и к физическим лицам одновременно. Это регистрация фирмы на подставное лицо. Схема применяется для создания однодневок. Значит, мошенникам требуется паспорт, копия паспорта, подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Значит, готовят пакет документов, оформляют все это в электронном виде на сайте ФНС с использованием усиленно квалифицированной подписи физического лица. Дальше автоматом открывают счета в банке, и на этого человека, его же делают генеральным директором, и открывают, так сказать, счет в банке на него с его же подписью. А дальше вот куда кривая вылезет. То ли в таможенных органах будут мухлевать, то ли будут брать бешеные кредиты. Да, значит, вот правомерно, смотрите, 2019 год. Более 50 находящихся в декрете женщин в Сургуте выяснило, что на их имя по нескольку фирм открыто в Москве. Когда они это выяснили, они когда к ним начали следственные органы приходить и коллекторы требовать возврата кредита, который взяты на фирмы, где они учредители и генеральные директоры. Причем все эти женщины до этого совсем недавно получили в пенсионном фонде, оформляли в пенсионном фонде материнский капитал. Я могу предположить, что данные с НИЛСа уплыли оттуда. Возбуждение уголовных дел отказывают. То есть люди даже не знают вообще, в какую сторону крутить и как защищаться от этого. Что в первую очередь? Значит, в законе, в налоговом кодексе уже давно прописано. Гражданин может отказаться, что в его фамилии, имя, отчество не вносится ни в какие югрюлы и гриппы. Но надо физически подать каждому заявление. Надо в срочном порядке внести те же изменения, что внесли изменения в процедуру регистрации собственности. Что априори нельзя, но только когда сам гражданин лично придет и скажет, я хочу быть гендиректором, вот тогда можно. Почему сейчас возникла такая ситуация? Я просто свое выскажу мнение. Значит, до этого налоговые активно борются с этими серыми фирмами. На них раньше брали бомжей и по тысяче фирм на них регистрировали. Поскольку сейчас есть список массовых директоров, это дело не проходит. Поэтому нужны жертвы. И этих жертв ищут в тех фондах, в тех базах данных, в том числе и государственных, где эта информация содержится. Ну и выводы. Что могу сказать? УКЭП сейчас стало ключом от квартиры, где лежат деньги. Поэтому ко всем процессам, связанным с выпуском сертификата, выдачем средств создания подписи, нужно относиться куда более серьезнее, прежде всего, органам государственной власти. Потому что вот мои беседы с коллегами из удостоверяющих центров, которые, так сказать, болеют и радеют за отрасль, они иногда рассказывают, просто дивы, даешься, каких усилий им стоит не пустить этих людей, чтобы они получили у них усиленные квалифицированные подписи, когда они понимают, что это мошенничество. Значит, дыры безопасности будут выявляться постоянно. Поэтому важно их как можно быстрее закрывать с использованием юридических, организационных, технических и иных мер. Потому что здесь единый фронт борьбы. Чтобы не граждане один на один или организации один на один оставались вот в такой ситуации, а чтобы был четкий алгоритм действий, что и куда надо делать. Что должна делать прокуратура, когда подают такие заявления, что должны делать следственные органы, и, соответственно, законодатели, что должны делать. Ну и с моей точки зрения, главной дырой сейчас является огромное, конечно, число вот этих наших удостоверяющих центров, которых мы потом найти не можем. Понимаете, вот таких надо сразу уже просто за шкирку брать и решать этот вопрос. Ну и слабый контроль, понятное дело. Но как его проконтролируешь, если его даже на месте нет? Значит, соответственно, в законе должно быть четко прописано, что он должен быть по месту регистрации. Мировая практика, вы сами понимаете, в стране 4-5 удостоверяющих центров. Одна проблема еще – это создание в качестве правоохранительной меры системы информирования граждан и организаций о выдаче сертификата и средств создания УЭП. Потому что коллеги тоже говорят, говорят, надо писать письма во все крупные удостоверяющие центры и задавать вопрос, не выпущен ли на мое имя сертификат. Это не выход. Должно быть какой-то единая вещь. Ну и еще раз хочу сказать, что это вот здесь очень кратко, а значительная часть информации в более подробном виде, особенно по судебной практике, что удается найти, опять же, подчеркиваю, в открытом доступе, размещаются у меня на блоге. Ну вот, все, что успела. Наталья Александровна, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...